Боже, открой наш разум для понимания Писания. Ты сказал, Отец, что кому недостает мудрости, просили у Тебя. И Ты дашь просто и без упреков. И сегодня мы те, кому недостает мудрости, и мы просим Тебя, Отец, дай нам мудрость, Боже, к пониманию того, что Ты хочешь нам сказать в этом дне. Дай нам быть внимательным к Тему Слову, которое будет звучать, и чтобы Твое Слово, Боже, оно совершило ту работу, которую Ты предназначил для Него совершить. Потому что Твое Слово, оно не возвращается к Тебе тщетным, оно исполняет то, для чего оно послано. Мы благодарны Тебе, Господь, за это время и это место. Бешем, ешуам, ешхейну. Амин. Ну, давайте повторим, как всегда, что мы помним. Микрофон. То, что мы вчера пошли, или вообще? В общем-то, вообще желательно, конечно. Начинается. Ну, согласен. Да. Что такое жертва? Жертва – это что-то ценное, что готово дать человек заплатить ради того, чтобы иметь отношение с Богом, более близкий. Опять. Вы все сузили. Ну, это общее понятие. Общее понятие. Когда мы говорили, мы не говорили об отношениях. Жертва – это то, что готов человек заплатить ради того, чтобы получить что-то другое. Более оценное. Да. Окей. Да. Вот это общее понятие. А мы говорим, в принципе, когда мы говорим о истинных жертвах, то мы говорим, что человек платит для того, чтобы приобрести общение с Богом. Это путь, по которому человек может вступить в общение с Богом. Мы сейчас проходим книгу «Левит», где более подробно рассказывается, какие есть жертвы. Жертвы сослужения, мирная жертва, мы вчера более подробно это нам понятно было. Скажите, пожалуйста, вы вообще, ну, пытаетесь вечером просмотреть? Пытаемся. И как? Не всегда. Не всегда, я понял. Мы говорили, общее понятие. Жертва – это цена. Говорили? Да. Я же вчера все писал еще раз на доске. Это кому-то было лень просто переписывать, или кому-то даже лень посмотреть сейчас в конспект. Мы говорили, что понятие неценное, незначимое, не подходит, да? Мы говорили о том, что жертва связана с чем? Мы говорили о том, что жертва привлекает внимание других, да? Но при этом она не является центром, а жертва на самом деле направлена на то, что человек хочет приобрести и ценит больше, чем приносимую жертву. То есть жертва не является конечным пунктом, да? Она направлена куда-то. Имеет направленность. Говорили мы? Мы говорили уже о размере жертвы, цена. Опять. Вы путаете немножко с определением. Потому что мы сначала делали общее замечание, касаемое вообще понятие жертв, а потом мы говорили, чем жертва истинному Богу отличается от жертвы языческих. Вы перешли к жертве, которая называется как? Жертва всесожжения, жертва хлебная, хлебная, мирная. А тогда мы говорили, что смотрите, Богу не очень важен размер жертвы, и Он определялся возможностью приносящего. Да, говорите. Жертва – это выражение зависимости. О, важный момент. Жертва – это выражение зависимости. Без веры жертва бессмысленна. Опять-таки. Языческие жертвы приносятся без веры? Да. Определение не универсально. Потому что язычники могут принесить жертву в различные места, на всякий случай, неведомому Богу, которого они не знают. А нашему Богу нельзя, не имеет смысла. Здесь уже пошли, здесь как бы бывают различные варианты. В нашем случае необходима вера приносящего. Языческие жертвы направлены на кого? На себя. Несмотря на то, что человек поклоняется божеству, в конечном итоге он ищет чего-то хорошего для себя в материальном мире. Здесь жертва не направлена на материальный мир, а предназначается для общения. Если кто-то не записал этого до сегодняшнего момента, ребята, лучше записывать сейчас. Потому что вчера мы это повторяли, я опять писал на доске, для того, чтобы у вас что-то отложилось в памяти схематично. Чтобы вы понимали, ну как бы как общую схему, когда мы говорим о жертве, кому это и куда это соотнести. Здесь мы говорили, жертва не имеет, размер жертвы не важен, да? Он определяется возможностью даятеля. Жертва должна соответствовать определенным требованиям и месту, да? Есть определенные требования, которые даны как данность, и если жертва не соответствует этим требованиям, то она уже не есть жертва. То есть это, ну, нормальный убой скота, это еще что-то, что угодно, но не жертва истинному Богу. Потому что то, что он сказал, он сказал, жертва есть, если она приведена в нужное место, если она соответствует всем требованиям, предназначенным для этой жертвы. К примеру, если это хлебная жертва, то она должна не содержать в себе квасного. Но если эта жертва содержит в себе квасное, то она не есть хлебная жертва. Ну, просто. Понятно, да? Есть условия, мы говорили, это должна быть тонкая мука, а если это не тонкая мука, то извините. Там не должно быть меда, а если там есть мед, опять извините. Если она принесена не в то место и не отдана священнику, а отдана Васе, проходящему мимо, тоже не считается. А Васе же положил на жертвенник. Ну и что? Надо было дать сыновьям кого? Аарона. То есть, есть определенные требования, если не соответствуются требованиям, то извините. Абсолютно зря вы принесли. Здесь понятно? Что еще мы говорили? Как хотите уже. В общем, да, очень интересная мысль. Здесь жертвонаправленная. Очень важный момент. Что еще говорили? Еще говорили о жертвах, что из прозы святая есть в святой. Да. Мы говорили, что есть, оказывается, в жертвах еще разделение. О, некоторые жертвы, они предназначались добровольно. Некоторые. А некоторые были обязательными. Разницы чувствуются, да? Если какая душа захочет, принесите. А мы будем сегодня смотреть на жертву. Которая согрешит? Должна. Должна. Есть разница, да? Это здесь у нас, общение. Это мы уже вспоминали. Любая жертва живому Богу, которую мы читаем, она показывает нам, указывает на Ишуа Мессию, на жертву Ишуа. Все жертвы, которые были даны в законе жертв, они указывают на Ишуа и исполнились в нем. Он стал жертвой всесожжения. Он стал жертвой мирной. Он стал жертвой хлебной. И сейчас мы переходим к жертве, которая называется как? Мирная. Почему? Потому что мы постепенно идем. Мы разобрали первую главу, вторую, и теперь пришли к какой главе? К третьей. Если жертва его, жертва мирная, и если он приносит из крупного скота мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющего порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколит ее у дверейские несобрания. Сыны же Аарона, священники, покроют кровью на жертвы со всех сторон, и принесет он мирную жертву, жертву Господу, туг, покрывающий внутренностей, весь туг, который на внутренностях, и обе почки, и туг, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. Сыны же Ааронова сожгут это на жертвенники вместе со всеми сожжениями, которые на дровах, на огне, это жертва благоухания, приятная Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу, мужского пола или женского пола, то пусть принесет ее, не имеющего порока. Смотрите, если там, когда мы говорили о жертве Аллах, о крупных животных, там было требование только мужского. А здесь говорит, может быть, мужского, может быть, женского. Это уже разрешение, которое дается в конкретном виде жертв. Вы видите, требования не всегда одни и те же. Да, пожалуйста. Только, наверное, микрофон. Я бы хотела уточнить смысл. Жертва мирная. Можно? Сейчас мы будем говорить. Итак, здесь, здесь что-то мы видим, что эта жертва названа приятным благоуханием. Названа она. Дальше мы видим очень интересную вещь, что она ложится на дрова с другими жертвами огня. Цены жару на сожгут, это на жертвенники, вместе со всесожжением, которых на дровах. Она присоединена к жертве какой? Всесожжение. Жертва мирная доставляла мир в сердце Всевышнего и по отношению к человеку. Мы можем сказать, что она была направлена в две стороны. Она доставляла мир, удовлетворение Всевышнему, была жертвой благоухания, и доставляла мир в сердце Всевышнего и человеку. Если те жертвы, предназначались, о которых мы говорим, только для того, то эта жертва имела частью для меня. Я что-то получал тоже. Эта жертва приносила мир. Пару мест из Писания. Послание Колоссянам 1 глава 20 стих. Чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Как мы видим, что Ишуа, он являлся какой жертвой? Мирной. Которая приносила мир между небом и землей. Первая глава Колоссянам, 20 стих. Что такое? Ничего страшного. Ничего страшного. Так. Ефесянам, 2 глава, 17 стих. Ефесянам, 2 глава, 17 стих. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Приходя, благовествовал мир вам, дальним и близким. Ефесянам, 2 глава, 17 стих. Придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. Близким. Оно? Евангелие Таана, 4, 27. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и не устрашается. Он оставил нам, что? Благодаря той жертве, которую он. 14, 27. 14, 27. Иоанна, 14, 27. И одно из достаточно непонятных мест писаний, Ефесянам, 2, 14. Да, пожалуйста. Ефесянам, 2, 14. Ибо он есть мир ваш, Соделавших из обоих одно и разрушивших стоявшую посреди преграду. Вы мне не подскажете из обоих одно? Это из кого? Еще какие версии? Человек с Богом. Значит, первая версия. Язычники и евреи. Второе. Еще варианты есть? Ну, хорошо, давайте по-другому. Кто за то, что это язычники и евреи? Я, один, два, три, четыре, да? Пять, шесть. Нет? А кто сказал? Ручку подними. Человек и Бог. То есть вы поменяли свою точку зрения. Теперь меня интересует, кто за то, что между человеком и Богом. Я за то и за то. Я понял, хочется быть и умным, и красивым. Хорошо. Теперь я задам другой вопрос. А кто не поднимал руки? Так, отлично. Теперь ваши варианты. Можно еще один вариант? Пожалуйста. Можно ли церковь или Ешуа? Как можно сожжать? То есть мир между человеком и Богом. Да. И церковь. Ну, я понял, вы конкретизировали. Церковь – это не люди. А Ешуа – это не Бог. Или как? Хорошо. Так. Ваш вариант? Ну, послушайте, это достаточно серьезное место из Писания. Я не знаю, что сказать. Там есть дальше ответ. Ну, пожалуйста, ваш вариант. Так, дальше или раньше? Окей. Меня интересует ответ. Это этот, этот или другой какой-то? Алло, 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 алло. Какой ответ? Я понял. Язычники и евреи. Я понял. Окей. Ну, ладно. Уже хватит. Я же вам давал возможность. Когда я уже все стер, вы решили сказать, а можно, можно еще? Ну, если очень хотите, пожалуйста. Я просто хочу обратить внимание на следующий момент. Скажите, пожалуйста, евреи являются открытым или закрытым обществом? Закрытым. Христиане являются открытым или закрытым обществом? Закрытым. Открытым. Кто за то, что христиане являются закрытым обществом? А кто за то, что христиане являются открытым обществом? Тогда вообще шо? Нет. К евреям же мы могли войти открытым. А христиане можно? Я понял. Я прошу прощения. Я не просил давать определений. Сначала им надо, наверное, дать определение, чтобы они поняли. Ну, я понял, что сначала надо дать правильный ответ, а потом спросить. Можно теперь я начну? Я дал вам возможность высказать свое мнение? Я дал эту возможность? Можно дома это делать. Вы дома вслух читаете? Ну, хорошо. Дома можно это делать. В классе не надо. Причем я вам даже скажу, не надо про себя читать. Сейчас надо другим заниматься. Продолжаем. Ответ достаточно прост. Еврейское общество открыто на определенных условиях. Человек, желающий войти в это общество, исполняющий эти условия, входил в это общество? Да. Христиане открыты на определенных условиях. Или они открыты вообще просто? Если сейчас сюда зайдет человек, который будет пить, курить, ругаться матом, нецензурно выражаться, и при этом он будет утверждать, что он христианин, вы его примите? Почему? Вы же открытые ребята. Ну, почему? Есть условия. Окей. Дальше я вам спрашиваю. Скажите, пожалуйста, евреи имели запрет смешиваться с другими? Запрет на смешанные браки. В христианстве присутствует разрешение? То есть, ну, пожалуйста, на ком хочешь. А, оказывается, тоже. Существует запрет на смешанные браки. Скажите, пожалуйста, человек, который вошел в данное сообщество и нарушает правила данного сообщества, он покинет это сообщество? Да, сообщество отторгнет его. Покинет, да? А у христиан он останется? Тоже покинет, да? Да. Все оказывается одинаково, елки-палки. Вот это да. Но при этом в нашей голове иногда говорится о том, что если евреи, то они закрытые, а мы, конечно, открытые, пацаны. Скажите, а вот там, например, так, туда придешь, если ты уже, ну, освободишься. А сюда приходишь, если только, ну, твое освобождение как начинается. Туда придешь, если ты, что сделаешь? Ну, уже без этих вещей там. Нет, там как раз пришел куришь, пожалуйста, кури на здоровье. Если выпиваешь, ну, так, чтобы немного, конечно. Ну, пожалуйста, никто не против. Мы говорим о различных вещах. Здесь существуют условия. Условия мы не обсуждаем. Мы говорим как принцип. Существуют определенные что? Условия, мои хорошие. Существуют определенные условия. Отлично. Итак, здесь все понятно? Если человек не соответствует условиям данного общества, то это общество? Если он не соблюдает условиям, общество его не принимает. Итак, существует некое общество, которое называется? А это общество, оно имеет здесь какой-то вход на определенных условиях. Во всех остальных отношениях оно ограждено некой оградой, да? И в него попасть так просто нельзя. Существует преграда. Правильно? Здесь мы читаем, что с внешней стороны кто у нас находится? И язычник. Ну и Бог пришел и уничтожил преграду. И евреи, как ломанулись к язычникам. И язычники, как ломанулись к евреям. Ну преграды же нету. Ну все, нормально. А, не так? Я что-то не видел, что сейчас синагоги переполнены им. Я понял. Больше, пожалуйста, наверное, вы реплики делать не будете. Шутка признана неудачной. И я сейчас не шучу. Потому что когда я разбираю Писание, я не всегда шучу. Тем более, когда в одном из достаточно серьезных мест Писания нету понимания. Итак, очевидно, что эта преграда остается до сегодняшнего дня и никуда не опразднялась. Замечу вам, что преграду это воздвиг кто? Бог, ага, я понял. Если мы говорим, что в этом океане язычников появились еще одни ребята, то между ними и язычниками существует... Дверь может быть чуть-чуть побольше? Но она тоже есть. Да? В данном контексте вот евреи, которые в кружочке, это представляют собой ортодоксальных евреев. Правильно я понимаю? Это у меня надо спрашивать? Мне сказали между евреями и язычниками. Нет, я бы предложил нарисовать, например, не христианин круг, а назвать его круг-остаток. И тогда между... Ну, скажем, тогда немножко по-другому все выглядит. Тогда будет выглядеть все приблизительно таким образом. Существует... 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 Так, преграда была устроена между тем и кем? Принявшими и непринявшими. Между всеми остальными преграда. Евреи, принявшие и бывшие язычники, которые приняли тоже мессию. Между ними и ними преграда устранена. Почему имеется в виду здесь именно об этом, а не о чем-то другом? Я думаю, что для Бога важно каждый человек. Еврей не еврей. Главное, чтобы они приняли Бога. Главное, чтобы человек был хорошим. Можно местописание, которое я прочту. Павел, волей Божий, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе. Кому обращено это послание? Спасибо бывшим язычникам, которые... И стали какими? Святыми и верными. И он вам говорит, так помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотскими обрезаниями, совершенными руками. Что вы были в то время без Христа, отчужены от общества израильского, были чужды, заветы, обетования, не имели надежды, были безбожниками в мире. Он говорит, когда-то вы были какими? И вас называли... И вас называли... И вас называли... Кто вас называл? Кстати, вас называли вот эти. И те, и другие вас так называли. Все обрезанные евреи вас называли как? Необрезанными. И вы были отчуждены от общества израильского. Были чужие заветы в обетовании, были чужие. Безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе, бывшие некогда далеко, стали близки к крови Христовой. Стали близки к кому? Не ко всем, а только к этим. Друг к другу, это к кому? Я прошу прощения. Вы понимаете, в чем дело? Вот есть некий человек. Вот он стоит. А вот есть другой человек. Вот тот, который справа, он далеко от того, который слева? Да, он далеко. Он далеко. А теперь вот этот пришел сюда. Друг к другу или он стал близким? Это никуда не ходил. Понятно? Он никуда не ходил. Он стоял на месте. А эти стали близкими. То есть они пришли. Они перестали быть язычниками. Очень внимательно. Верующие в Ешуа перестали быть язычниками. Их нельзя после обращения называть таким словом. Они верят в Бога Авраама, Ицхака и Иакова. Они перестали быть язычниками. Я не буду комментировать. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда, далеко стали близки к крови Христова. Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивший стоящего посреди приглядов. Здесь апостол Шауль говорит, мир чей? Наш. Ешуа стал миром. Он миром стал для этих? Нет. Внимательно смотрите. Он миром стал для этих? Нет. Он стал миром? Поэтому здесь идет речь только о? Понятно? Но здесь они названы как? Общество израильское. Они названы как? А те, которые не приняли, вошли в общество израильское? Непонятно. А на самом деле Павел сживался? Нет. Скажите мне, пожалуйста, кто помнит, сколько евреев вышло из Вавилона? 42 с небольшим, да? А сколько осталось в Вавилоне? Намного больше. Несколько миллионов. Отлично, да? Те, которые вышли, назвали не просто Израиль. А весь Израиль. Неемея, 7 глава, 73 стих. И стали же и священники, и левиты, и превратники, и певцы, и народ, и нефини, и весь Израиль в городах своих. Весь Израиль. Только те, кто следует за волей Всевышнего, названы весь Израиль. И здесь очень важно понимать, что идет речь. О всем Израиле, который принял. И весь Израиль спасется. Весь. Да, остаток. Тот, который принял. Потому что те, которые не приняли, не весь Израиль. Понятно, да? Что? Какие места Писания? Подтверждающие что? Въездру посмотрите. Как въезды они названы. Понятно, да? Определение Израиля. Те люди, которые отделили себя для? Бога. А если они не отделили себя для Бога, а пошли свои дороги, а не Израиль? Какое еще место Писания? Какое еще место Писания? По определению, Бог отделил для себя народ. Он говорит, вы созданы для... Кого? Для меня. Я хочу... Я хочу, чтобы вы были для меня. Вы будете у меня царством, священником, народом святым. Вы будете вот такими. А если вы не такие, то вы? Ну, говорит, вы будете у меня вот такими. А если вы не вот такие, то вы? Что? Понятно, да? То есть, да, вы потомки Авраама и Цхака и Акова. Да, вам принадлежат обетования. Ну, извините. Вы же не хотите. Это тоже принадлежит вам по праву? Да. Но вы должны быть вот такими, чтобы войти в это право. Никто у вас его не отнимает. Оно вам по праву принадлежит. Но если вы не следуете этому, то кто вам, доктор? Для евреев во время Сенатского Завета было сказано, слушайте, ребята, если как бы вы хотите быть сопричастниками этого Завета, Завета Авраама, то вы должны что-то сделать. То вы должны что-то сделать. А если вы этого не будете делать, то ваша душа истребится из этого народа. Это кто говорит? А мы, значит, можем не делать и рассчитывать на то, что душа не истребится? Понятно, да? Он говорит, если вы относитесь, то вы должны соответствовать. А если вы не соответствуете... И поэтому в Новом Завете достаточно четко написано, что не все, не все те, которые израильтяне, они от Израиля. Ну, как-то не все. Которые по плоти, они такие. Понятно? Понятно, о ком идет речь? И он говорит, между этими и этими была устранена преграда. Оказывается, до этого времени Существовало? Что? Преграда. Были люди, которые хотели войти в общество Израиля на условиях того общества, которое было. Они пытались сюда войти, но в определенных вещах, в определенных вещах, давайте вот так напишем, пришельцы. Которые соответствовали условиям, входили в это общество, а они были внутри этого общества, но между ими была преграда. И апостол Шуу пишет, а теперь говорит дома. Только теперь. Благодаря ему тому, что он стал нашим миром. И он соединил двоих. И сделал из них что? Что? Такая преграда существовала? Прозелить не ухватив двор народа. Прозелить не мог войти в двор народа. Там стояла преграда, и на ней было написано, вам сюда нельзя. Посторонний вход воспрещен. Было написано о том, что если вы сюда зайдете, ну не обижайтесь, мы вас убьем. Сами виноваты. Такие таблички были найдены в Иерусалиме. Которые были на преграде, разделяющей дворы в храме. Я думаю, что не имеет смысла сейчас рисовать. Вы должны, в общем-то, знать о том, что храм был разбит на определенные дворы. Знаете, да? Храм был разбит на определенные дворы, и ну как бы продвигаться можно было по дворам, и не все могли проходить далеко. Да? И Прозелить не мог войти в двор народа. Они были такие же, как евреи, подчинялись тем же самым законам, жили среди Израиля. Закон был для них и для евреев, но войти в двор народа в войне не могли. Вы не поняли. Я прошу прощения. Герб, Прозелит, Пришельниц, это один и тот же человек, который прошел Гию. Обряд обращения. В двор народа не мог войти. Поищите. Следующий момент. Прозелить не мог иметь землю. Иметь землю в стране Израиля. Земля была разделена между кем? Между коленами. Но наступит время, когда и это различие будет упразднено. Наступит время, оно еще не наступило, когда и это различие будет упразднено. Да? Опять, это для тех, кто будет соответствовать определенным условиям. Написано. Разделите себе землю сиюмного дела по коленам Израилевым. И разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, зовущим вас, которые родили у вас детей, и они среди сыновых Израилев должны считаться наравне с природными жителями. И они с вами войдут в долю среди колен Израилев. В каком колене живет иноземец, то он дайте ему наследие его, говорит Господь Бог. Иезекииль, 47 глава, с 21 по 23 стих. Иезекииль, 47 глава, с 21 по 23 стих. 21 по 23 стих. Мы говорим о том, что наступит время, когда при определенных условиях люди, которые не имели в никаком случае возможности получить земельный надел в Израиле, все-таки получат. Каким-то образом касается это кеназа? Да или нет, пожалуйста. Я спрашиваю, да или нет? Да, хорошо. Хорошо, я отвечу вам подробнее в перерыве. Итак, возвращаясь к тому, о чем мы начинали. Жертва какая? Мирная. Нам нужен мир всем. И жертва мирная. И мы просмотрели некоторые места Нового Завета о жертве мирной. Кто, кого, с кем примирил. Кто, кого, с кем примирил. Очевидно, что глядя на места Нового Завета мы видим, что жертва примирения, жертва мирная исполнилась в Иешуа Мессии. Он есть мир наш. На основании Его мирной жертвы мы обретаем мир с Богом. На основании Его мирной жертвы Он доставил нам мир. Он благовествовал нам мир. И мы вошли в Его мир. Понятно, да? Все сошлось? И здесь написано Это постановление вечное в роду вашего во всех жилищах ваших никакого тука никакой крови не ешьте. Здесь же в этом постановлении здесь же в этом постановлении дается повеление вечное никакой крови и тука что? Не ест. Скажите, пожалуйста, вы не едите крови? Все не едят крови? Все в зале не едят крови? Никто причастие не принимает? Я прошу прощения это что? Это кровь. Если это символ у вас наступает некоторая сложность дальше мы будем разбирать почему у вас наступят некоторые сложности если это символ и так понятно что этот вечный завет был дан для того чтобы вы поняли смысл что находится в крови и когда Ишуа пришел и оставил заповедь нам принимать его кровь это было невероятным для всех евреев которые это слушали и когда он первый раз это сказал многие что? отошли от него потому что они не могли этого вместить но он говорит жизнь находится где? в крови если вы хотите иметь мою жизнь то вы будете употреблять мою кровь понятно здесь понятно хорошо перерыв спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok